Привет-привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий Форвкинг. Ради короля я готов посмотреть на эту игру и немного даже поиграть. Продолжу не продолжу, решу потом. Это стратегический RPG с элементами настольной игры и рогалика. Продолжительное время находилось в раннем доступе, вот сейчас появилась релиз. Над королевством нависла угроза. И кто, и кто, конечно, как и не мы, избавит королевство от всяких разных напастей? Так что, новая игра? За короля! За короля! Сразитесь с хаосом в приключенческой игре на основе истории, пытаясь разгадать тайны убийства короля и восстановить порядок в стране. Тайные подземелья, ледяные приключения. Ну это интересно, но, наверное, все-таки чуть позже. Сложность. Сложность. Я бы выбрал, конечно, ученик, потому что абсолютно незнаком с этой игрой. Наученик. Путешественник. Частота здоровья врага 100%. Это плохо. Это плохо. Частота хаоса 5. Хаос нам тоже не нужен. Ладно, пускай будет путешественник. Файлы мне, конечно же, обеспечены. Режимы игры, одиночные приключения. Можно выбрать интернет-группа, локальная группа, кому, в общем, как нравится. Одиночные приключения. Пускай будет так. Создать. Создать. Игру. И вот наши главные герои. Лейер 1, лейер 2, лейер 3. Знакомьтесь. Кузнец, охотник и ученый. Охотник. Можно взять два охотника. Можно всех сделать учеными. Есть классы, которые закрыты. Или же они откроются по ходу игры. Не знаю, ловчие, министрель, бродячий артист. Было бы интересно. Дровосек. Кузнец. Пускай будет так, как предлагает нам игра. Информация о классе. Сила, здоровье, наверное, ум. Интеллект. Это что такое? Осторожность, возможно. Это, не знаю, ловкость или передвижение, бег. Не знаю. Кузнецу не хватало военного опыта, когда она ответила на зов королевы. Почему она? Это же вроде бы как бы мальчуган у нас. Ну, похож, по крайней мере. Иногда броня кузнеца помогает ей справиться с атаками, которые сокрушили бы любого другого. Что там у нас устойчивость? Молот, железный щит, шесть золота, накарманные расходы. Настроить. Женщина. Мужчина, конечно же, мужчина. Теперь ты будешь он. Я, конечно, сильно не буду играться с этими всякими настройками. Тем более, особенно там играться, наверное, не с чем. Основной цвет. Почему у тебя такая борода какая-то? Нестандартного цвета. Цвет волос. Вот давай ты будешь у нас седовласый, такой мудреный опытом. Назад. Мужичара. Кузнец. Можно еще и обозвать тебя, да? Пускай ты будешь... Нет, молодец. Или молодец, не знаю. Информация о классе. Охотник. Ну, тут понятно. Силы заметно поменьше. Охотник отличается быстротой, точностью и наблюдательностью. Он отлично умеет избегать опасности путешествия по земле и под землей. А в битве наносит удары со смертельной точностью. Навык элитное подкрадывание, элитное избегание ловушек, прилив энергии, прицельный выстрел. Золото. Хорошо. 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 Ты у нас кто? А, нет, подожди. Ты у нас охотник? Ты у нас мужчина? Или женщина? Ну, пускай будет женщина. Пускай будет женщина. Симпатичные шляпки. Конечно же, с Иргой за чеком, куда можно положить всякие разные полезные штучки. Давай. Охотнику должен быть незаметный камуфляж. Пускай будет зеленая, да? Цвет кожи. Вот. Какая-то злая охотница. Что у тебя такое? Не нравится что-то? Цвет волос? Цвет волос? Нет. Будешь рыженькой? Так тебе и назовем, наверное, Рыжуха. Будешь ты Рыжуха. Злая Рыжуха. Информация о классе. Это что, можно просто удалить? Я не знаю, но не буду нажимать пока. Ученый. Ученый. Мне бы какой-нибудь лекарь, наверное, понадобился. Остальные персонажи стараются держать себя в форме и заботиться о своем оружии. А ученый корпит над книгами. Он без устали учится, поэтому его ум остерк, как клинок. И он всегда готов нанести точный удар в пылу битвы. Начальная экипировка. Перефокусировка какая-то. Начальная экипировка. Книга ученого. Свиток. Телепортация. Пять золота. Закрыть. Закрыть. Назовем, знаешь, как тебя будешь... Если ты ученый, будешь ты мозгом. Мозг. Мозг всей группы. Настроить. Вот цвет кожи. Сделать вот, например, такой. Что-то вот мне не нравится. Твой нарядик. Может, конечно, ученые в таком и ходят. Но, похоже, это все не изменить. Вот, вот, вот. Беленький. Беленький. Подойдет. Ну что, начать? Доброго короля Бронера убили. Был добрый король. Неужели бывают и такие короли? Добряки. Фаррол поражен безумной энергией хаоса. Монстры и бандиты беспрепятственно разгуливают по некогда мирному королевству. Скорбящая королева Розамон призывала всех жителей Фаррола искать убийцу короля и источник энергии хаоса. История начинается в лесу хранителей. Ходят слухи, что там появились подозрительные незнакомцы, которые занимаются чем-то странным. Подозрительные и чем-то странным занимаются. Трое будущих героев встречаются в Ордоне, чтобы отправиться в поход. В общем, отважилось, наверное, искать виновников короля всего лишь трое. Трое смельчаков. Челкните для продолжения. Ронтон. Розамон. Это королева Фаррола. Фаррол это, наверное, та местность или королевство это, да? Сначала исчезает волшебник Вексор, потом моего собственного мужа убивают прямо во дворце. Возможно, вы последняя надежда Фаррола. И Вексор может быть замешан. Вот сразу так толкает на мысль, что Вексор в чем-то тут замешан. А может нет, может это просто подстава. Вудсмок. Вудсмок. Вот куда вам следует направиться, чтобы разыскать человека по имени Хильдебрандт. Вам расскажут, как вы можете помочь нам. Ваш поход начался. Боритесь с хаосом, иначе он поглотит наш мир. Объекты задания лес-хранители. Отправляйтесь сюда и доберетесь до места. Названием Вудсмок. Задание группы. Ага, задание группы. Отправляйтесь, отправляйтесь. Ну что ж. Ходит молодец. И вот что я хочу сказать. Что я знаю об этой игрушке. Здесь всем правит рандом, да? Вот сейчас я могу ходить на пять клеточек. Но выпало мне то, что я могу сейчас только сделать три хода. Так я понимаю. Случайность тут во всем. Так же и в битве. Ну, наверное, на эти все характеристики влияют какие-нибудь предметы или же магия. Как же здесь без магии? Это не обойдется никак. Так, день, временная шкала. Предстоящие события отмечаются на временной шкале, которая продвигается на одно деление каждый ход. Есть и ночь, есть и день, есть и жизненная сила. При каждом воскрешении персонажа жизненная сила уменьшается на единицу. А, в общем, умирать нельзя, не хотелось бы. Так, молодец. Что у тебя броня? Блокирует физический урон. Это магический урон. У нас его ноль. Шанс полностью клониться от каждой атаки семь. Трубка. Улучшайте трубку, чтобы усилить действие трав. Замечательно. Какая-то палатка в рюкзаке. Что бы это значило? У рыжухи какие-то колосья. Здесь у мозга тоже палатки какой-то свиток. Молот кузнеца. Физический урон. А это что? Наносит урон врагам, находящиеся рядом с целью. А, вот как. Простой железный щит. Добавляет брони. Мешочек с трубом. Что это такое? Необычный предмет. С его помощью можно развернуть лагерь, где вся группа вылечится и восстановит очки фокуса. Без фокусов нам не обойтись. Фокусы. Так, ну что ж. Мне нужно направиться в Удсмок. Но я все-таки хочу. И вот элемент, о котором я читал, что вступить в битву могут не все. А что бы вступили все, они должны находиться вот в этом красном поле обозначенном. Поэтому молодец. Ты подходи. Но я не рискну просто сейчас ступить в бой за сверой в человеком. Тем более чернокнижником. Одному герою. Так, а если это все... Это все почитать. Сводка. Ну, здесь читать, конечно, много. Поэтому воздержусь. Надо было заранее готовиться. Как вот так? Без податков и без подготовки взял, сел в такую серьезную игру. Так, хорошо. Допустим. Очки жизни. Ох ты, еще какая-то зверюга появилась. Хорошо, допустим. Рыжуха, ты иди сюда. Я управляю каждым в отдельности. Я не могу объединить их в группу и ходить всеми вместе. Зачем-то это, наверное, сделано. Может быть, в дальнейшем станет понятно, зачем. Они по отдельности могут исследовать эту местность. Но мне кажется, если они будут сейчас по отдельности, то быстренько по отдельности и ляжут. Мир не знаком. Кругом опасность. Какие-то волки, тролли, вот колдуны. Кто это? Зверочеловеки. Древесный волк. Вот тебе, пожалуйста, ходи вот сюда. Нет, подожди. Я не тобой хотел походить. Я хотел походить мозгом. Я могу двигаться, получается, всего лишь на две клеточки. Вот. Вступить в битву. Все наши герои находятся на этом красном поле, поэтому они могут принимать участие в этой битве. Также, если бы в этом красном поле находился, вот, например, какой-нибудь из врагов дополнительных, он бы тоже присоединился к этому зверочеловеку-чернокнижнику. Сражение. Засада. Прокрадывание. Отступить. Прокрадывание. Успех. 49%. Неудача. 42%. Ну, прокрадываться. Прокрадываться я не буду, потому что я, в принципе, хочу вступить в бой. Прокрадывание нужно, если ты хочешь пройти незаметно мимо. Засада. Устройте засаду на врага, чтобы изолировать его во время битвы и захватить инициативу. Засада была бы интересна, но я все-таки попробую сражение. Сражение. Тут вариантов никаких нет. Просто вступай в сражение и все. Сражение. Первая стреляет. Вот так. Попробуем разобраться. Значит, у нас есть человек... Ой, какой человек? Зверо-человек-чернокнижник. Это же совсем не похоже на человека. Но он получеловек. Получеловек. Уровень врага 0. Жизнь врага 11. Блокирует часть получаемого магического урона. Мозг, это тебя касается. Ты же у меня маг, если я не ошибаюсь, да? Что может делать рыжуха? Рыжуха может сбежать. И оставить нас вместе с мозгом на поле боя. Выйти из боя. Но 78% что у нас сбежит. Что у нас может сбежать. Можно также использовать фокус. Фокус добавляешь. Их у нас сейчас 3 ячейки этого фокуса, да? Если добавлять по одному, то процент побега возрастет. Выстрел. Стандартная атака. 6 физического урона. 78% что я попаду по этому зверо-человеку. Можно также этот процент увеличивать. Меткий выстрел. Игнорирует броню. Но как бы у этого почти человека броня только магическая. Поэтому знаешь что? Просто выстрел. Просто выстрел. И посмотрю, как это все выглядит. Вот. Минус 2. Урон был не по максимуму. Потому что вот тоже случайно, рандомно. Две клеточки были зачеркнуты. И одна открыта. Открыта. Это был значит урон. Что-то помешало. Что-то помешало рыжухе исполнить его с предельной точностью и с максимальной силой. Не знаю. Рука дрогнула может быть. Пошатнулось что-то. Или может быть зверо-человек увернулся каким-то образом. Все это случай. Воля случая. Что у нас может мозг? Он же также может совершить побег. Он же может использовать фокус. Идеально. Идеально. Значит не совсем идеально. 47% шанса, что это все будет хорошо. Взрыв по области. Ну этого наверное не стоит делать. Потому что в области всего лишь находится один зверо-человек. Поэтому пускай будет волна. Опять же. Ну смотри. Почти идеально все сделано. А вот зверо-человек бьет просто по максимуму. Он бьет по максимуму. Молодец. Так же. Может сбежать. Как и все остальные. Может использовать насмешку. То есть это Кузнец молодец. И исполнит у нас роль танка. Да? Если будет крайняя необходимость. То он готов терпеть боль и унижение. Но пока что я наверное не думаю, что в этом мы нуждаемся. В дребезги. Мощная в принципе атака. 10 физического урона. Я думаю, что если она будет сделана идеально. То сейчас этот чернокнижник просто сразу ляжет. Ударная волна. Опять же. Если повышать. Ну. Чтобы это было 100% идеально сделанная атака. Нужно применять эти фокусы. Но я думаю, что сейчас нет смысла. Потому что их восстанавливать. Не то чтобы проблематично. Можно в лагере. Где-то на отдыхе. Можно наверное что-то заживать. Какой-нибудь травы или магического отвара выпить. Но пока попридержим. Тем более этот вражина не такая уж и стойкая, бронированная и сложная. В дребезги. Вот смотри-ка. Ну это минус 8 урона. Почти идеальный. Почти идеальный удар. Победа. Вы обыскиваете тело и находите деньги. Мы находим золото. Деньги Фарула. Каждая монета ценится на вес золот. То, что такое. Не везу. Так. Я могу. Смотри-ка. Я могу разделить долями. Сразу. По-честному. По-честному среди всех. Хотя я не знаю как 5 монет поделить по-честному. Кому-то достанется 2. Кому-то по... Ну кому-то одна. Кому-то по 2. Кому-то одна. Да? А может кому-то 3. А кому-то по одной. Наверное так. Я могу отказаться. Я могу собрать. И забрать сразу в карман молодцу. Но я поступлю более-менее честно. Вот делим. 3 и по одной. Замечательно. Честно мы поделили. Молодец ты во всем. И в дележке. И в кузнечном деле. Самодельный посок достается. Необычный предмет. 10 магического урона. Вот я даже не знаю. Я даже не знаю кому это. Это вот во время атаки оружием будет применена данная характеристика. А такая данная характеристика это у рыжухи развита. Хотя может быть им и у мозга. Давай пускай возьмет в карман этот посох мозг. А там дальше разберемся. Я же могу... А смотри-ка это свиток телепортации. С его помощью игрок может мгновенно переместиться на определенное расстояние. Зависящее от интеллекта персонажа. Вот как. Попробуй во всем этом разберись. Так, мне интересует вот что. Подожди. Подожди. А где... Или что? Или я нажал отказаться? Серьезно что ли? Слушай, я наверное нажал отказаться. Иначе как и объяснить, что у меня нету этого посоха. Точно. 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 Смотри-ка какая колдунья. Дряхлая старушка. Может быть перед Вудсмуком зайти к ней. Вудсмук представляет убежище, оборудование, услуги, дополнительную работу. А это что такое? А это что такое? Светилище теней. Полное исцеление. Плюс 5 уклонений. Иммунитет к засадам. Интересно, сюда могут все герои пожаловать или нет? Давай-ка попробуем. Сейчас ходит у меня молодец. Давай молодец. Подойди к этому светилищу. Верховный учитель. Мастер обучения. Каждый персонаж может посвятить себя одному верованию, чтобы получить мощное усиление и защититься от смерти. Посвятивший себя верованию персонаж автоматически воскреснет, если его здоровье упадет до нуля. Однако его светилище обрушится. Подожди. Одному верованию? Полное исцеление. Плюс 5 уклонений. Иммунитет к засадам. Ну, не знаю. Ну, давай попробуем. Молодец. Получает 5 уклонений. Иммунитет к засадам. Это что? Это навсегда? Это навсегда? Это навсегда? Так, хорошо. Подходи сюда, Рыжуха. И... Вот, смотри. Ага. То есть, засада, вот тебе, пожалуйста, вот тебе, пожалуйста. Враг нападает первым. Чем больше человеческий черепов соберет зверо-человек, тем больше его будут уважать сородич. Слушай, ну, получается, я один против звера-человека. И что он делает? Он просто меня кромсает. И со всех щелей у меня вытекает кровь. Я так не могу жить. Я так не могу. И что я могу сделать? Существует опасность, что я просто умру. Если он так будет делать. Постоянно. Наносить мне по два удара. Кровотечение. Большой редкий урон. Ого-го. Слушай, ну, знаешь что? Давай, наверное, вот сразу побег. Чего-то я переживаю за мозга. Так. Хорошие делишки. Хорошие делишки. Слушай. Перефокусировка. Какой-то знак вопроса. Что-то неизвестное. Знаешь что? Молодец. Мы вот сейчас нападем на этого звера-человека. Всей компанией. Никакой засады. А, и тут колдунья вмешивается. Вот как. А что у нас у колдуньи? Иммунитет к огню. Иммунитет к морозу. Иммунитет к шоку. Меня беспокоит сейчас здоровье мозга. Потому что, наверное, его сейчас будут терзать. По-страшному. Эм. Слабовато. Да. Мозга просто сразу начинают трепать. Добавляем, чтобы атака была стопроцентной. Допустим, срыв по области. И молодец. Знаешь что, молодец? Мне нужна насмешка. Мне нужна насмешка стопроцентная. Это что ты сделала? Проклятие неуклюжесть? Большой штраф к таланту. Допустим. А какой у меня талант? Так, ладно. Разберемся потом. Рыжуха. Рыжуха, ты должна... Ты очень должна сильно постараться. И эту колдунью... Хотя нет. Давай звера-человека. Потому что... Здоровья-то у него осталось совсем чуть-чуть. Готов. Это хорошо, что он готов. Мозг. Мозг. Время тебе действовать. Безупречно просто. Идеально выполненный урон. Монеты. Конечно же, делим поровну. Смотри-ка. Достаются какие-то еще обычные ботики. Ремешки от сандалий ученого. Просто ремешки нам достаются, что ли? Просто ремешки. Интеллект, сопротивление плюс сила. Ну, слушай. Ну, наверное, мозгу. Наверное, мозгу. Сейчас меня волнует их здоровье. Поэтому все-таки я думаю, что смысл направиться в Удсмок. Главное, чтобы на нас никто не напал. Мешочек с трудом. Кузнец. Молодец. Талант. Талант определяет способности, данные вам от природы. Он влияет на точность при использовании музыкального оружия, передвижении на лодке и... Избреживание ловушек. В общем, талант вот у меня и уменьшился из-за этого проклятия, которое будет действовать, я не знаю сколько. Но сейчас, я представляю, что я не могу пользоваться нормальным музыкальным оружием. А так хотел это сделать. Ходит Рыжуха. Рыжуха прям делает... Большой... Большое-большое передвижение. Хильдбрандт, агент короля. Всегда приятно видеть, что новые люди присоединяются к нашей борьбе. Меня зовут Хильдбрандт. Я агент королевы местности под названием Лес Хранителей. Дела плохи? Очень плохи, я бы сказал. Все указывает на то, что какие-то злые люди заперлись в месте под названием Сверкающие Шахты. Я пытаюсь найти способ отправить вас туда, а пока... Вот что, мы обнаружили странное устройство, разберитесь с ним. Объекты задания. Направляйтесь сюда и решите следующий вопрос. Устройство культистов? Куда же без культистов, да? Куда же без культистов? Хильдбрандт. Какие-то злобные ребята в смешных мантиях расположились там как дома. Готовьтесь к сражению. Выполните эти задания в любом порядке. Вот спасибо за это. Угу. Услуги. Целитель. На постоялом дворе можно восстановить небольшое количество здоровья, наверное, хпшки и фокуса. Медитация с помощью... Но это все стоит денег. Смотри-ка. Посетивцелителя вы полностью восстановите. Меня очень беспокоит здоровье мозга. Рыжуха, в принципе, здорова. Молодец тоже. А вот мозг страдает. Рынок. Божьбородка. Эта трава поможет выполнить... О, какая хорошая божьбородка. То есть она восстанавливает очки жизни. Золотой корень. Фокус. Ведьмена отрава. Тоже очки жизни. Но смотри-ка. Они... Шесть всего лишь, да? Единиц хп. А стоит 16 золота. Божьбородка. Это просто... Не знаю. Небо и земля. Хотя стоит дешевле. Может, я чего-то не вижу. Тяжелые мечи, лютни, колокол с шипами. Это все хорошо. Это все хорошо. Но мне нужно... Мне нужно... Мне нужно излечить мозга. Верховный учитель. Передвижение по карте. Вовремя. Вовремя верховный учитель. Передвижение по карте. Самое сейчас то, что мне необходимо. Мне надо вылечить мозга. Ты бы мне рассказал об этом. Пролистывать карту можно удерживая... Так. Нажимая клавишу. Т-т-т. Т-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р. Угу. В общем, понятно. Мозг. Иди... Это беда. Это беда. Это беда. А я могу отступить? Да, я могу отступить Я могу отступить, но дело в том Подожди, а если Если мне разложить лагерь Да, если я отступлю, то мне нужно Кого-то подвезти и все равно сразить Потому что мозг получился в окружении Мозг в окружении Какой выход-то? Давай-ка использовать Отдых, наверное, да? Режим безопасного лагеря сохраняется В течение 9 раундов и может использоваться Любым персонажем для восстановления Очков жизни Можно медитировать, можно отдыхать Давай отдохнем Фух Здоровье восстановили, но мы потратили Дорогущую палатку И это меня не меньше беспокоит Слушай, ну Молодец, ты пока постой Если мы сейчас Нападем, то Рыжуха, получается, будет не участвовать В этом всем А там два врага И это очень плохо Нужно как-то сделать Чтобы Рыжуха тоже добралась Добралась И приняла участие во всем Этом Действии Прилив энергии Передвижения Ну что Драки не избежать Поэтому вступить в битву Нужно как-то спасать И Мозга Хотя Может быть Устроить засаду А попробовать Просто попробовать Успех Так Если мы устроили засаду Смотри-ка Почему ты один Хорошо Это же хорошо Это же хорошо Поэтому Просто Выстрел Сто процент И просто перфект Отлично Ааа Еще разок Это преимущество засады Наверное, да? Чернокнижник Ты зря связался С мозгом Победа Конечно же Монеты Знаешь что? Вот А снова Этот самодельный посох Собрать Да В прошлый раз Я отказался Точно Я помню Я помню Свои движения рукой Я отказался Собрать, конечно Эм Самодельный посох Так Хорошо Это так хорошо Но я смотрю Почему Песочные часы Наверное Какое-то время ходов Да Мозг не может двигаться Мозг Отдыхает Ну и ладно И ладно Главное Он жив А, смотри Это светилище Кому-то принадлежит То есть Все Это светилище Принадлежит Молодцу Так Предводитель Хаоса Вот Предводителя Хаоса Может быть Может мы А? Лишим Этой чести Быть Предводителем Хаоса Все же Подожди Не все Получается Не все Будут Участвовать У меня Молодец Пролетает Он выпадает Как бы Может быть Отступить Отступить Продолжаем Медитировать Продолжаем Медитировать Ладно Пропускаем Ход На дыбине Врага Отображается Информация Его уровня Враги Отмечены Символом Роя Будут Нападать Группами Где Этот Символ Роя А В этом Лагере Могут Отдыхать Все Получается Ну Смотри Ка Нападаем Здесь Получается Что Толпа Врагов Сражение Сражение Вот он Символ Роя И снова Вы Лучше бы Присоединились К нам Культисты Вредные Культисты Ничего себе У них Жизни У этих Культистов Цель Задания У этого Броня Броня А Какой У них Урон Мне бы Интерес Очень Сильно Может Придется Сейчас Бежать Так Какого Культиста Попроще Выбрать Стандартный Выстрел Слава Богу Он Проходит Более Менее Идеально Вот это Да Да Еще Игорь Вот Это Да Мозг Сделай Что Нибудь Слушай Молотца Могут Припечатать Просто Молот Наверное Рано Я Сюда Пошел Прямо Я Скажу Рано Я Думал Ты Нанесешь По Всем Урон Ну Ладно Хорошо Один Допустим Отлетел Один Допустим Отлетел Мозг Вот это Удар Просто Сносит Почти Снох Рыжуху Попробуй Да Ну Ну Отлично Почти Отлично Так Рыжуха Кто Сейчас Ходит А Он И Должен Ходить Поэтому Его Нужно Снести Постарайся Сделать Это Сто Молодец Держись На ногах Не умирай Я тебя Прошу Не умирай Не сгори Отлично Я не знаю Кому эти все монеты Пускай Молодцу Ему лечиться Надо Ему надо Лечиться Книга Предания Редкин Манускрипт В котором Описана Легендарная История Фарула Открывает Секреты Ну Не знаю Пускай Возьмет Рыжуха Грубая Дубина Физический Урон Ну Это Молодцу Спасибо Что разобрались С этими странными людьми В остроконечных шляпах Но мне кажется Мы видели их Не в последний раз Уровень хаоса Упал У нас есть шанс Вот я Пока не пойму Что это такое Даже достижение Какое-то Открыто Прогресс С нарастанием Хаоса Появляются Новые испытания Достигните Цели Главного Задания Уничтожьте Генераторы Хаоса Чтобы Расправляться С существами Хаосом И удалять Будущее Событие Хаоса С временной Шкалы А То есть То есть На шкале Времени Есть отметки Вот этих Событий Хаоса Наверное Когда К этому Времени Мы подходим Появляется Что-то Страшное Дополнительная Информация Уровень Хаоса Фаруле Отображается На Хаосометре Чем выше Уровень Хаоса Тем более Негативное Воздействие Он оказывает На мир Маркеры Хаоса На временной Шкале Это Прожат Когда Хаос Возрастает Хаос Можно Поднизить Выполняя Побочные Задания Находя И уничтожая Светилище Хаоса Также Хаос Уменьшает Некоторые Особые Встречи Выполнение Основного Задания Сокращает Хаос На Два Если Хасометр Зашкалит Фаруле Полностью Погрязнет В Хаос При этом Персонажи Будут Получать Неблокируемый Урон Каждый Ход И группу Будет Преследовать Смертоносный Зверь Хаоса Я Не Согласен Я на Такой Не Согласен Слушайте Надо Было Ученика Брать Уровень Надо Было Брать Попроще Ну Хорошо Пускай Будет Так Это Был Ознакомительный Заход Я Не Знаю Продолжу Не Продолжу Это Кто Такой Торговец С Хорошо На этом Я остановлюсь Скажу Спасибо Что Смотрели Меня Игрушка Ну Мне По крайней мере Очень Нравится Мне Нравится Стилистика Мне Нравится Бои Ну Много Чего Нравится Может Будет Нравится Еще Больше Если Станет Если Станет Намного Понятней Пока Много Чего Неизведанного И непонятного Ну Что Ж Пока Пока И до Новых Встреч